20 минут о красивой жизни, ярких людях и заметных событиях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Летом как никогда хочется переодеваться, наряжаться, экспериментировать как с гардеробом, так и с внешним видом. По такому случаю мы вместе с нашими экспертами собрали самые актуальные бьюти-тренды этого лета. Несмотря на то, что этот модный сезон называется весенне-летним, оба времени года сильно отличаются друг от друга. У каждого своя атмосфера, температура воздуха, для каждого из них свои наряды и бьюти-тренды. Начинается все как обычно с гигиенических мероприятий. Те, кто уже оценил лазерную эпиляцию, знают про специфику этого метода. Летом и не только, очень популярна процедура лазерной эпиляции. Эффект с первого сеанса. Нет вросших волос после этой процедуры, нет раздражения. И не нужно ждать, пока вырастут волосы, от процедуры до процедуры. Далее по плану маникюр и педикюр, которые также задают настроение сезону отпусков и длительных загородных прогулок. Из нелодизайна сейчас входят росписи и различные мотивы, а на смену им приходит графика и минимализм. Главный цвет этого лета – оттенок креветки. А также розовый, желтый, лиловый, синий – все эти оттенки сейчас в моде. Пожалуй, самая сложная в ряду летних бьюти-трендов – тема модного окрашивания волос. Не каждый даже знает, что такое арт-колористика. И уж тем более совсем немногие мастера умеют в этих техниках работать. Много цветов от пастели до ярких. Беловые, персиковые, розовые оттенки, подоттенки. Сейчас это на данный момент самое актуальное. С помощью определенных техник мы можем добиться совершенно иного результата. Там, например, где-то, где чуть меньше волос. Там можно поработать технике рассветления, каких-то блоков, чтобы визуально нам прибавить объемность. Либо какими-то размытыми прядями. Например, в блондинку немного добавить розова, либо персика. И обыграть уже какую-то форму, текстуру. То есть делать именно такое творческое арт-окрашивание. Это будет смотреться не креатив, это будет не кричаще. Это все будет смотреться сдержанно, благородно и модно. В моде естественность. В моде сейчас направление идет на темные блондины. Раньше было все выбеленное, искусственное. Сейчас все в моде естественность, плавные переходы, более светлые акценты у лица. И более интересные пастельные карамельные оттенки, розовые, бежевые. Очень модно высветление к лицу. Такие окрашивания, как baby face, допустим, какие-то белые пряди у лица, плавно уходящие в темную. И наоборот, концы светлее. Выполнение летнего макияжа часто сводится к легкому тону и блеску для губ. А чтобы взгляд был выразительным без лишней косметики, необходима биоукладка бровей и ресниц. Что такое ламинирование бровей и ресниц? Это обработка специальным составом, который утолщает волоски и задает им нужное направление, фиксирует их надолго. После ламинирования даже самая тонкая бровь превратится в саболиную. Ну и наконец, когда мастера сделали все самое актуальное и стильное, остается правильно это поддерживать за пределами салона. Есть много разнообразных стайлингов, которые поддерживают укладку. Если нет возможности помыть голову, можно нанести сухой шампунь, который заберет влагу, уберет жирность кожи головы и поддержит некоторое время укладку в хорошем состоянии. Кладки можно делать самим дома, у кого волосы вьющиеся, можно наносить средства, как пасты, пенки, гели, делать мокрый эффект. Это также все актуально на сегодняшней неделе. Ко всему этому стоит добавить насыщенную программу летних событий и позитивный настрой. И тогда все модные тенденции сезона будут смотреться еще более стильно и привлекательно. Это Beauty Time, программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Каждый выход на сцену юных танцоров и вокалистов наполнен особым смыслом. Артисты участвуют в благотворительном концерте в поддержку маленькой подопечной благотворительного фонда. Второй год подряд я организую благотворительный концерт вместе с моей школой классического танца. И в этом году меня поддержала творческая студия VIVAT, чем я им очень благодарна в поддержку ребенка. В этом году это София Южанина, прекрасная четырехлетняя девочка. И все денежные средства, которые будут собраны во время концерта, будут переданы ей. Был отчетный концерт, но он в себе нес очень много позитива, добра. И самое главное, дети выходили со смыслом. Дети помогали ребенку. Я думаю, что для родителей это важно. Вот на примере, не только на словах, но и на деле, на примере, показать, что такое благотворительность. Мне очень хотелось помочь этой девочке, чтобы она выздоровела. Я видела ее улыбку на глазах. Участникам этого концерта от трех до шестнадцати лет. Жанровый диапазон их выступлений от российской эстрады до западного рока, включая контемпорари и модерну. Были представлены номера, которые мы готовили в течение года, которые были участниками многих конкурсов, становились призерами, лауреатами, дипломантами. И на самом деле, очень многое значит, когда выбираются номера, которые любят сами дети. В этом году очень многие группы осваивали партерную технику, то есть танец на полу. Им это очень интересно, для них это очень необычно. Ходили в синяках, но счастливые, потому что получается. Я танцевала свое первое соло. Перед танцем я волновалась, потом станцевала и думала, что я станцевала достаточно хорошо для первого раза. Я просто представляла, как бы я видела, если бы я была зрителем, то есть как бы я видела, как я танцую. И пусть пока еще не каждый артист так зрело и осознанно относится к своему творческому делу, Но за этот вечер все они стали еще взрослее, а главное добрее, узнав о том, что есть дети, которым нужна поддержка, и что объединившись, можно им помочь. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура 40 минут. Всего полтора часа и вы избавлены от варикоза. Быстро и безболезненно. Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. В салоны «Польская одежда» у нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Sony Кривой 30 и Пушкина 65. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Я выбираю украшения с точки зрения инвестиций, Наташ. А в кого будет инвестиция, неважно. Главное инвестировать в богатство семьи. Что мы знаем о ювелирных украшениях? Что они бывают из драгоценных камней и простых самоцветов? Что создают их знаменитые дома и обычные ювелиры? Украшения считают эквивалентом любви и красивым способом извинений. А профессионалы в сфере финансирования расценивают драгоценности с точки зрения инвестиционной привлекательности. Когда мы говорим про инвестиции известных брендов или торговых домов, помимо того, что золото постоянно дорожает веками, к этому еще прибавляется надбавка от ювелирной работы. И это становится уже редким изделием, и тогда это стопроцентная инвестиция. Массмаркет с точки зрения золота я бы не покупал, потому что это по большому счету золотой лом. А учитывая, что на него есть НДС 20%, это невыгодная инвестиция. Один из основных инвестиционных инструментов – это как раз-таки бриллиант. Поэтому, когда мы говорим с точки зрения инвестиционной цены, важна не каратность, а важна чистота и обработка камня. Есть два пути, как можно инвестировать в бриллианты. Первое – можно в этом хорошо разобраться, найти хорошего специалиста и вместе с ним ездить и покупать. Либо второе – обращаться в специализированные магазины, где работают профессионалы. И перед тем, как это попадет на витрину, это пройдет оценку специалистов. И с этой оценки можно доверять. Еще одна идея инвестирования в предметы роскоши – это часы знаменитых брендов. Все редкие и ограниченные серии часов таких марок, как Омега, Патекфили, Бреге, вот у нас здесь как раз-таки они представлены, да, то есть это фактически, можно сказать, кусок золота, да. То есть они все в течение своей жизни только дорожают. Я не знаю роликсы, которые бы дешевели. И приобретая их на 3, на 5, на 7 лет, у вас есть возможность потом их реализовать с очень хорошей наценкой. Многие инструменты и схемы инвестирования мы часто заимствуем из опыта западных стран. Я вот прекрасно, например, знаю, что в Швейцарии очень распространены комиссионные магазины, вторичная продажа часов роликс. Вообще идея комиссионного магазина для элитной продукции, такой, как являются часы и украшения, она 100% необходима для города-миллионника. И, по-моему, Челябинск – это один из последних миллионников, где такой магазин открылся. Почему плюс для владельцев? Мы же прекрасно понимаем, что бывают разные жизненные ситуации. И иногда пара часов, которую вы оставляете в залог в таком магазине, она может спасти бизнес. Потому что мы прекрасно знаем, что часы бывают 5-10 миллионов рублей, и полученные 2,5 миллиона залогов, они могут реально спасти вас бизнес. Но мы же на Авито не продадим, потому что там просто нет этих покупателей. И мы приходим в комиссионный магазин, и через комиссионный магазин реализуем тому слою населения, который это способен купить. Мы уже не раз говорили, что драгоценности – это всегда особая энергетика, эмоции и ассоциативный фон. Но с точки зрения финансовой аналитики, это всегда конкретные цифры. Я могу сказать, что по статистике, что за последние 5 лет рынок вырос на 50% на редкие золотые украшения, а за последние 10 лет рынок вырос на 149%. Вы представляете, что такое 149%? Это 15% годовых ваших инвестиций. И очень часто такие часы их передают своим детям, передают своим внукам. То есть это уже история семьи. И это инвестиции в богатство семьи, которые с годами будут только дорожать. Сегодня в моде индивидуальность, а потому стилисты вправе толковать актуальные тренды сезона именно так, как каждый из них это видит. Этой теме посвящена наша рубрика «Выбор стилистов». Прямо сейчас в Beauty Time. Еще совсем недавно кутюрье раньше всех знакомили со своими коллекциями одежды редакторов глянцевых журналов. Сегодня все чаще первыми оказываются стилисты. Основатель собственной школы стиля Ольга Шалашова сегодня в шоуруме дизайнера Светланы Размаховой. Здесь убраны все выточки, заложены в драпировку. Швов практически нет. За счет этого прилегания остается. Мне нравится, что за счет вот этой плотной ткани, все эти драпировки, это все держится. Да, остальное. Оценив специфику кроя, переходим к следующему этапу – оценки имиджевого потенциала коллекции. Проще говоря, что с чем можно сочетать, чтобы получились неповторимые индивидуальные стильные образы. Интеллигентный минимализм. Минимум деталей, минимум отделки. Все очень сдержанно, все очень лаконично. Такой очень интересный, выдержанный стиль. Вот такие летящие платья, которые можно стилизовать не только ботильонами, сапогами, можно стилизовать кроссовками, можно стилизовать такими мужеподобными жакетами like a man. И принты можно найти любой контрастности, на любой вкус. Здесь уже принты понасыщеннее, такая цветовая гамма поглубже. Ну и для тех, кто хочет себе на лето обеспечить хорошее позитивное настроение. Появилась очень интересная тенденция – это экзотические принты. Предлагаю дополнять это чем-то более скромным, потому что здесь все-таки акцентом является у нас тот принт. Например, белые джинсы и кеды будут уместны в сочетании с такой рубашкой. Еще один тренд, который будет с нами этим летом – это все, что связано с униформой, со спецодеждой. Комбинезон авиатехника – достаточно интересная вещь. Много вариантов стилизации можно придумать. Можно носить сам по себе с кедами, кроссовками. Можно вниз пододеть футболку. Можно надеть его с водолазкой внутрь, дополнить ботильонами. Или увезти в индустриальный стиль, например, если мы добавим очки, маску, добавим какие-то тяжелые ботинки. Либо увезти в стиль сафари, если это будут эспадрильи, если это будут плетеные сумки или сумки с бахромой. Мой фаворит этой коллекции – это вот такое платье. Несмотря на сложный крой, оно оказалось достаточно универсальным. И я составила с этим платьем три комплекта. Это платье я сочетала с жакетом, с пальто. А также поверх этого платья я надевала рубашку, которая тоже асимметричный крой имеет. И получился такой очень авангардный комплект. Я думаю, что можно под него еще надеть водолазку. Тоже получится интересно. Ну и, собственно, обыгрывать его с помощью разных аксессуаров, разной обуви. Я думаю, что достаточно универсальный вариант. Вот эти все сезонные цвета, как раньше это было, что темные оттенки мы носим зимой, а светлые оттенки носим летом, это уже не работает. Можно носить зимой белые джинсы, это будет смотреться круто. И также летом можно носить черный цвет, и это тоже будет смотреться интересно. Но если вы не готовы к таким экспериментам, то можно присмотреть более понятный для лета вариант. То есть это вот такое же платье в светлых оттенках. И как бы это ни звучало парадоксально, черное платье для стилиста – это как белый лист, с помощью которого можно изобразить буквально все, что ты чувствуешь. День одной цены в Тесуре. Мировые цены на часть коллекции тканей. Салон тканей Тесура на Тимирязьево, 26. Энсо. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensostyle.ru Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирово, 159. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Прием на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Ещё больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, на страницах в Instagram и ВКонтакте. Ищите по хэштегу beautytime-tv. А на этом выпуск завершён. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон.